Велосипедная дорожка Железная дорожка стала велосипедной Я понял, что залили и стала велосипедной Это мосты сделали, все вешал мост Женя нас привез на один точок Где, как он говорит, не успел забрать пчелу отсюда Погода зима Я заболел в Германии Вчера был ураган Здесь какой-то там, не знаю какой И на одном из тачки Женя попереворачивал аули И мы решили, Женя, привез нас сюда посмотреть Здесь спокойно или нет Ну, как видим, все спокойно Вон идут Здесь урагана не было А так Вообще На одном точке Отец Женя говорил, что перевернул Мы там не были Женя, мы можем для камеры посмотреть какой-нибудь Как у тебя пчелы тут зимуют Так вот зимует Теплый, видишь О, не тебе по всему улью Подморчика нету, хорошо Расплод Расплод есть Пчелы все во втором корпусе И полностью расползлись И тут Ну, тут чуть-чуть Поспокойнее, да? Ага Это у тебя тут все бакфас? Это карника все Карника все Весь тачок карника Весятку Весятку Прямо аж Это 1075 тройки Ты зачем рассказываешь Я пи поставлю Пи Послабее Так тут и хорошо сидят Послабее и лучше сидят, да? Поэтому вот смысла, короче Нету зимовать в больших семьях А я, кстати, вот я замену покварники Она не сильно, ну вот лично у меня Сколько лет держу, не сильно так Короче, по мне Вот по мне, да, лично Во-первых Как сказать Так я осенью подготовился Все, мы же не готовим То есть, как сели, так и сели Короче Смысл в том, что ты оставляешь Думаешь, большая семья будет Она потом бахсела их зиме И не два корпуса Они туда и свои рамки пропадают А так, если на корпусе зимуешь У тебя получается, как бы, все впритык И, как сказать-то, весной не надо убирать ничего Ничего не это Че пыли все Вот смотри Сними Получается, допустим, тут вот, да? Вот там пол можно будет посмотреть Видишь, тут получается, они сидят пол вот так вот, да? А рамки тебе плесневеют нижние? Крайне заплесневеют, скорее всего А подмор? Но сетка, да? Но сетка, помню Все, открыт Подмор, смотри Это я вижу, подмора нет Они летают, они, скорее всего, вылетают Вот здесь нету Ну, на снегу нету А однокорпусные, смотри Смысл в чем? Мне проще зимовать много слабых семей То есть не слабых семей, то есть на корпусе Потом весной, если просеяли, выбрать маток Продать весной, потому что у кого-то пропало Еще что-то А хвосты объединить И все Чем зимовать больших И думать, вот сейчас сеет, не сеет То есть проще взять, допустим, за место там 100-200 И потом соединить Потому что ты матку продаешь, грубо говоря Корм там, и свою работу оправдываешь Ну, такой, ну, за зиму они съедят А чем ты обрабатываешь от клеща? А муравьиной кислотой Только муравьинка, да? Ага Ну вот смотри, без металла А это шо, ворота? Пенопласт, пенопласт Видишь корпус? Нету металла Нету, нету Мы раньше покупали Вот сейчас, если видишь, это вот новые улья все Я первое время покупал, во-первых, как сказать Они отпадут постоянно, только мешаются Допустим, ты корпус снимаешь или что? Оно теряется Потому что приклеиваешь, не приклеиваешь Все равно материалы разные Железо-пенопласт А оно как в накладке Оно терялось и все Ну, не грызут ничего, да? То есть используют Это пешец стоит Это пешец Супер сила Видишь? Я увижу У тебя ж такой пешец В этом году вообще У меня такой пешец? Да А сколько ты знаешь, что у меня такой Сами поселились И тут есть 75, но тоже Видишь, уже 10-75 И спокойнее сидят вообще А где ты там код? Там код написано? Конечно СП и код Вот он мой пешец Да И вот так О, я понял Вот там написано Тоже пешец СП И в этом году надо СП АКП Карника пешец СП? Нет Карника пешец Вот я рассказал вчера Видишь, маток нет Матки нет Вон, назад подойди Потому когда начали раскачиваться В это А вон, записываешь, да? Да Матки нет, матки нет Я просто пометил Вон, видишь Все подписаны Полностью Ты посмотри Нет матки Нет матки Да, я вижу Мы смотрели В октябре уже Не в октябре В августе, короче Не было расплода Я был в шоке Я думал, маток нету Потом в другой семье расплода не вижу Хоп, матка есть Другой хоп, матка есть Я понял, что они есть Просто я их не вижу Потому что целью не было Ну, как искать маток, так скажем Вот тут у нас Тачок Вы отсюда мед забираете Грузите на бусики И везете на базу Да, бус заезжает Вот сюда Вот И сюда Да, все Ваня Покажи Как дерево у него Что? Покрывается А, так не Ну, мох Это Лажность Оно хоть икрашенное И все А если б корпуса были Раз в три года Надо пасеку менять Нет Ну, очень большая лажность Поэтому Не, смотри Вот оно Сверху падает Вон Вон Ну, мох Да Это нереально Ничего Ну, дерево сгнивает А сколько? Ну, конечно, на корпусе Допустим Проще на корпусе Ну, как посадить Не тоже в расплоде Но на корпусе Понял, что я имею ввиду? Это варо-толерант Да То есть мне проще Как бы вот Как бы сказ сказать Я не считаю там сейчас Уплотным пчеловодом Но я как бы Башкой своей думал Что для меня это лучше сделать Проще так сказать А пенопласт для тебя лучше? Да Пенопласт лучше И развитие весна лучше, да? Не, развитие одинаково Ну, я не знаю как Короче, вот смотри Тут если видишь, да Вот Как бы пчелы по всему корпусу Да, сядут А в деревянных на крайних рамках Никогда не сядут Я не знаю почему Конкретно То есть Получается улья на 230 Там на 1,8 То есть 180-230 Да, будут размеры Или оно Погода не дает им То есть или жарит Или ворует Не знаю Короче И в деревянных постоянно Крайние рамки попадают Даже летом У меня рамки могут Как бы Плесневеют, да? Да, короче Пчелы маленькие Ну, тупо плесневеют Ага Вот сколько Вот я смотрю Просто ульи Есть новые корпуса А есть вот крыша Она уже сколько лет Примерно? Ой, я тебе могу сказать Что самому старому улью 2008-го Восьмого 10 лет И нормально Полет нормальный Вот эти я могу сказать То есть пенопласт 10 лет Вот это прошлогодние Вот это прошлогодние Вот это прошлогодние Вот это прошлогодние Ну там видно, что они свежие Прямо Эти покрасили краской Знашь, которая на ацетоне Для чем? Оно съела даже Ага Да Начали красить Что-то улит Никто не въехал сначала Что-то такое Ну это растворитель Он начал ехать Лет 6 точно Вот это лет 6 Вот это, видишь, другой краской Такой матовой покрашен Тоже лет 6 Это 10-70 Ну короче У тебя пчелы есть Я так понял Да, есть Просто Давай на пожарку займем Посмотрим сероночку Короче Из-за этого урагана Это уже 3-й Правильно же? 4-й Ну это 3-й А на пожарке будет 4-й Мы на пожарке сейчас проездом были Ну если будем Поехали Да Видишь, линолеум Подстелили линолеум Чтобы палета Ну как бы Ну не сосала Как, ну понял, да? Влага нет Гидроизоляция, да? Ага Ну поехали дальше Про дотации Я не знаю Как бы Чего же где они работают С одной стороны плохо Сейчас приезжают Сейчас приезжают Сейчас едут черные Я же с ними не общаюсь Поэтому я не могу сказать Ну там Как минимум Тысячу евро в них в месяц Ну возможно Не знаю Говорят На публичный дом даже денег дают Ну Говорить Сколько? Два раза в месяц? Не знаю Нет Мало было Два раза в месяц Так Твоя мама говорила Два раза в месяц Не знаю Я не могу сказать Во-первых Молодежь одна пришла Ну как мужики с Сирии пришли Поэтому я сказать не могу Честно говоря Кого кто чпокает За сколько? Ну Сирианцам конечно Я не знаю Немцы в этом плане Дураки конечно Вот так народу хватает Лучше будем С востока Поляков много обратно поехало Как бы в Польше Ну более-менее Выровнялась жизнь Как бы некоторые обратно уезжают Тяжело Проще с востока Людей запустить Как бы мусор В России Украины Там с Белоруссии Ну мое мнение Тоже по полям видно даже да Что все распахано 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 Сейчас свободно Я не знаю Чего не знаю Тут вот коровы пасутся Бараны Пасутся лето Электрозабор Электрозабор Видишь вам Ага Друзья сейчас вот Евроферма Будет то что я тебе рассказывал Справа Вот это Евроферма Красная крыша Да То есть вот живет вот это Короче выселение С его если назвать Ну как на хуторе получается Да по нашему Все Вот это у него Евроферма То есть деньги получают Люди получают грампы на деньги Сейчас там дальше будем ехать Там Замок будет И напротив тоже новую Евроферму стоит То есть как бы тоже неплохо Маленькие загибаются короче А большие развиваются То есть тоже Не так просто деньги получить на проект То есть тоже люди должны писать Да как бы вот это Как она называется Как она называется Бизнес-план Да бизнес-план и получить деньги То есть Человек должен показать Что твой план как бы ну прибыльный То есть ну Ты не получишь так просто денег И все у тебя ну Нету ничего Расскажи про землю Что здесь земля Красная Откуда я знаю что она красная Воевали много Кровищи Тут горы все Поэтому это самое Очень тяжело в распахе Ну там где у меня пчелы стоят Там ягут раков У нас блин чуть где-то Самый бедный раков не встает Когда пашет Потому что плугом камни достает Она там целой волны Она там целой волны А так земля все чье-то короче Очень тяжело найти хозяина земли Я искал лесу один раз хозяина Хотел пчел в лес поставить У нас Кирилл был ураган Много леса выпало Можно музыку выключить Можно И потом это Как сказать там Заросло все этим Кто Иван Чаем Вот я туда хотел пчел поставить И начал искать Я реально Месяц сказал кому лес принадлежит Я блин от одного к другому Лесник приедет Тут получается Допустим Вот мой лес Твой лес У нас типа есть Управляющая компания Нашим лесом Ну типа да Лесник Который занимается Вот этими вопросами Всеми да Леса вон видишь Видит Просто когда говорят Германия леса Нет Германия занимает первое место В Евросоюзе по лесу Ну по переработке По лесу По заготовке По всему Получается как бы Лес чей-то да И в то же время Это управляющая компания Ну так Как бы управляет лесом Но она не может туда поставить Допустим Пчелы если хозяева не разрешат Не разрешат поставить лес туда Ну Видишь сейчас с горы спускаемся Уже Ложмина с ним Вот И вот это проблема Я приехал Он говорит Вот этот лес этого Этот лес этого Это лес мой А вот этот куда ты хочешь поставить Это вот туда тебе ехать надо Я туда приезжаю Они говорят Нету нас чем Не нашлись это этого лес Короче блин Но я нашел все равно Пошел поставил А в этом году у меня Пчелы стояли Тоже меня поставил Знакомым Мы встали Потом Оля там лазила С матками в лесу Подъехал чувак такой Ну она с ним разговаривалась Он говорит типа ну Тут у меня только В следующий раз Не хотите поставить Давайте напрямую договариваться Туда и сюда Они через кого-то Оля говорит ну мы всегда За там напрямую Договориться Ладно все Чувак уехал Проходит какое-то время И едут Короче Пчелам на встречу Омарок такой Там еще по горам Омарок едет Чувак Короче там полно Омарок людей Чувак такой Говорит а ты что тут ездишь Типа У меня пчелы стоят Он говорит а это что Твои пчелы Тот-то Тот-то Как он тебе мог разрешить Типа мое место Я такой не понял А он такой Это самое Так это мое лес Короче все мое Короче Я такой Хаба А что он такой Короче давай мне свой телефон Я тебе потом позвонил Короче до сих пор не позвонил А потом оказалось Короче что это Князь Короче Как князь Сияруссибы Князь вообще Из Гисона Короче Какой то Фюрс фон Лихт Короче фон Гиссон Короче, это от нас километров, ну, 100 с небольшим, наверное, будет. А они лес скупают, то есть люди инвестируют деньги в лес. То есть у кого какое направление, куда деньги инвестировать. Вот, ну, мне не сказали, убирайся или еще что-то. Ну, просто он охренел, что, ну, как бы, у него в лесу стоим, и все. А так, ну, мы отстояли до конца сезона, уехали, и все. Сейчас у меня и телефон его, он есть, как бы, место, то понравилось. Надо с ним связаться и разрешать, ну, как бы, просить, чтобы не... Ну, понятно, да, чтобы проблем не было больше. Субтитры сделал DimaTorzok